Меня зовут Максан Шашике, мне сейчас на номер 20 лет. Я поступил в Америку через Global Compass. Мы как раз помогли 4 года назад поступить в школу под названием «Серебит», которая находится рядом с Чикаго. И как раз тогда мои родители, они думали правильно за границу. И вот мы нашли прекрасное агентство для образования в Global Compass. И мне здесь очень сильно помогли. Вот, и как бы построили мой путь к образованию уже в Америке. Клубок у меня очень в этом помог. Вот, а в данный момент я учусь в университете Ниангл, университет Гудрингтон. Вот, там тоже есть, кстати, наш картызы. Вот, и там есть, конечно же, много студентов грамотных, начитательных, у которых нужно много чего научиться и принять в плане опыта. И это также в связи. Вот, там идеальнейшие условия для образования, для обучения. Там обязательно вам помогут, если вы какие-то проблемами в этом университете. Там наша бизнес-школа будет в топ в Америке. Вот, так что если кто-то хочет поступить в топовую бизнес-школу, если кто-то интересуется бизнес-менеджментом, либо же финансами, маркетингом, кто-то связанное со сферой бизнеса, то обязательно поступайте в наш университет. Мы также обязательно в связи с какого-то конкурса, как они вам помогут во всем плане образования. Почему ты выбрал именно Америку для учебы, а на другую страну? Ну, почему Америку? Ну, потому что она имеет, конечно же, самую сильнейшую систему образования. Там самый топ университет, и все находятся в Америке. И это также как бы наставили мои родители. То, что вначале я думал поступить в Европу, но все-таки они наставили на Америке. И через этот вопрос потом они все-таки отправили в Америку. Все-таки отправили. Все-таки отправили. Какой совет ты дашь ребятам, которые планируют, хотят или мечтают об учебе в Америке? Я бы посоветовал быть открытым, стараться не стесняться, обращаться за помощью, когда вам это нужно будет, не стесняйтесь. Учителя за границей, они очень открытые люди, очень рожелюбные. И всегда вам готовы помочь, а не каждый из решений, где вы не сможете там. Допустим, учитель неудопустим не будет, и вы напишете, и он может отказать вам. Такого не будет никогда за границей. Всегда они готовы вам помочь. Будьте открытыми, коммуникальными, не стесняйтесь. Просто общайтесь. И если как-то вы боитесь, если вы чувствуете себя как-то как будто вам будет там неудобно, либо что-то такого рода, то такого не будет, не сомневайтесь, все будет самое хорошо.